МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как превратить воду в колбасу? Видим, как клетчатка взяла сейчас воду. Впитывание происходит очень быстро. Практически вода уже не видна. Зачем сосиски, сделанные из мяса, уничтожают словно опасные отходы? Мясо по оперативным данным в 1974 году было заморожено. Почему работники мясокомбинатов становятся вегетарианцами? Не жаловался никто, что там отравили? Ой, за все годы существующий цех, честное слово, не дай Господь. Каждый из нас съедает примерно 40 килограммов мясных продуктов в год. По крайней мере, мы так думаем. На самом деле мяса в таких продуктах с каждым годом становится все меньше. Почему псевдомясные изделия стоят дороже мяса? Где найти настоящие сосиски? И сколько мяса в колбасе? КАРАГЕНАТ 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 Нитрит натрия и калия, кашениль, пирофосфаты. Это очень похоже на элементы таблицы Менделеева, но это то, из чего сегодня делают колбасу, сосиски и сардельки. Именно эти химикаты придают колбасам такой пикантный вкус и аромат. Мы любим не запах натуральной свинины и говядины. Нам нравится вкус нитритов, карагенанов и пирофосфатов. Почему мы с удовольствием едим эту химию? Все дело в том, что нас приучают к ней с детства. Это один из московских детских садов. Сегодня малышей ждет небольшое испытание. Мы проверим, смогут ли дети удержаться и не съесть сосиску. Ваш ребенок готов есть сосиски на завтрак, обед и ужин? Без гарнира и даже без хлеба? Может полчаса ковырять котлету, сосиску проглатывать за пару минут? Вы не одиноки. Большинство детей за сосиску готовы, как говорится, душу отдать. А я даже сосиски люблю больше, чем макароны. Она размера вот такого. Может быть такого, а может быть такого. А вкуснее чего еще сосиски? Вкуснее всего. Вкуснее мороженого. Я их люблю всегда есть, потому что я настоящий левочек. Для меня вкуснее всего. Вкуснее мясо, как мясо. Перед экспериментом мы сдали сосиски в лабораторию и убедились в том, что они безопасны для детей. Повар детского сада варит сосиски. В одну из комнат мы накрываем стол. Вилка, тарелка. На ней только что приготовленная сосиска. Вот она, ароматная и соблазнительная. Вы любите сосиски? Воспитатель предлагает малышам поиграть. Условия очень просты. Дети по одному заходят в комнату и садятся за стол. Перед тобой лежит вкусная сосиска. Ее только что сварили. Сейчас я уйду на целых две минуты. Если ты за эти две минуты эту вкусную сосиску не съешь, ты получишь подарок. Подарок оставляю вот здесь. А я обожаю сосиски. Детей покормили полдником. Они не голодны. Поэтому малыши должны, по идее, выбрать игрушку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ваня выдержал всего 30 секунд. Миша съел сосиску через минуту. Костя терпел до последнего. Но маленький кусочек все-таки откусил. За сосиски малыши готовы были лишиться игрушки. Только три ребенка из 20 смогли выдержать положенные две минуты. Вика, это тебе подарок, потому что у тебя очень большая сила воли. Ты решил не есть сосиску и получить подарок. Молодец. Давай пять. Только один ребенок из всей группы не захотел участвовать в игре. Леша знает о сосисках всю правду. Ему мама рассказала. Скажите, любишь сосиски? Нет, я нет. А почему? Мне мама из него разрешает. Ну, а если бы разрешала? Я бы ел, но они невкусные. Невкусные? А что тебе не нравится больше всего? Что они могут сделаны быть из туалетной бумаги. Свободу помогаю! Почему детям так нравятся сосиски? Все дело в том, что вкусовые рецепторы у них намного чувствительнее, чем у взрослых. Карагинан, нитрит натрия и пирофосфаты действуют на малышей в два раза сильнее. Сосиски детские. Они отличаются от обычных не просто формой и размером. Посмотрите внимательно. Вот это молочная сосиска, а вот это детская. Как вы видите, детская выглядит менее аппетитно. Она бледнее, светлее, с грязно-серым оттенком. Это значит, что в ней гораздо меньше химикатов. Например, нитрита натрия. Как ни странно, но чем хуже выглядит сосиска, тем она безопаснее. Выбирая колбасу или сосиски для ребенка, обратите внимание на их цвет. Опасайтесь ярко-красных продуктов. Это явно красители. От колбас темного цвета также стоит отказаться. Это говорит о большом количестве консервантов. Лучше покупать колбасу и сосиски серовато-розового цвета с ровным однородным фаршем. Перед покупкой внимательно посмотрите на упаковку. На ней обязательно должен стоять вот такой значок. Он означает, что продукт прошел дополнительные исследования и рекомендован для питания детей дошкольного возраста. Сосиски и колбаса – это не яд и не отрава. Если вы съедите на завтрак бутерброд с колбасой или пообедаете с сосиской в тесте, вы не отравитесь и не умрете. Но назвать колбасные изделия полезными не поворачивается язык. Нитрит натрия, каррагинан, пирофосфаты и другая химия есть в любых сосисках и колбасе. Весь вопрос в количестве. Где-то есть только соя и химикаты, а где-то встречается и настоящее мясо. Наша задача – найти на прилавке самую натуральную колбасу. Морковь и мука, шкуры, перья и кости, красители и усилители вкуса. Из этого делают колбасу, сосиски, пельмени и даже ветчину. В колбасных изделиях сегодня можно найти всё, что угодно, только не мясо. Но тем не менее, цены на них растут с каждым днём. Хорошая говядина стоит приблизительно 300 рублей, да. Хорошая свинина, она более дешёвая, она стоит 200 рублей. Вот, если брать там пополам-напополам, то средняя стоимость должна получаться примерно 250 рублей, да. Вот, собственно говоря, средняя цена 250 рублей даёт нам в Москве нижний край стоимости докторской колбасы. 250 рублей, там, ну, не буду звать им производителя, вот нижний край такой. Сколько мы переплачиваем за колбасу? Чтобы выяснить это, мы проведём эксперимент. Технологи Останкинского мясокомбината сделают два сорта докторской колбасы. Мы сравним себе стоимость каждой. Вот рецепт 1946 года. В колбасе 99% мяса. В рецептуру колбасы входит желованая говядина высшего сорта 15%, свинина желованая нежирная 25%, свинина желованая нежирная 60%. И, как вы видите, специи, соль, сахарный песок и кардамон. Докторскую в те времена продавали за 2 рубля 20 копеек. Для сравнения, бескостная говядина стоила 2 рубля 90 копеек. То есть колбаса была немного дешевле мяса. Хотя на 99% была сделана из говядины и свинины. Вот наш фарш готов в рецептуре докторской колбасы от ГОСТа 1946 года. Мы имеем 100% мяса. Рецепт 1979 года. В то время на мясокомбинатах как раз началась модернизация и удешевление производства. В докторской 70-х мяса стало меньше. Зато цена на колбасу подскочила. Докторская стала стоить столько же, сколько и мясо. Третий батон колбасы мы купим в ближайшем магазине. Килограмм стоит 389 рублей. Как и в 70-е, цена колбасы примерно равняется цене говядины. Но сколько мяса в современной докторской? Чтобы ответить на этот вопрос, мы сдадим колбасу в лабораторию. Фактически можно сказать, что процентов на 15 положено меньше мяса за счет того, что мы там нашли 2% сои. Это является нарушением законодательства действующего. Оказалось, в колбасе, купленной в ближайшем магазине, всего 40% мяса. Мясо из колбасы постепенно исчезает. А цена при этом стала даже выше. Почему же мы, покупатели, готовы платить такие деньги за этот псевдо-мясной продукт? Неужели по вкусу колбаса за эти годы совсем не изменилась? Мы решили это выяснить. Один из ресторанов в центре Москвы. Каждому посетителю предлагаем попробовать три вида колбасы. Гости должны отгадать, в какой из них больше всего мяса. Мы колбасу докторскую 36-го года нарежем при помощи формы кругляшками. В 70-х годах выпуска мы нарежем квадратами. И современную докторскую колбасу мы нарежем треугольниками. Круг, квадрат или треугольник. Где больше мяса? Ну что, как? Нравится тебе? Еще бы 2 килограмма. На самом деле уже по цвету можно понять. По цвету лица? 8 человек из 10 выбрали треугольные кусочки. На вкус современная докторская колбаса показалась им самой мясной. Треугольная, она цвета красного, поэтому мне кажется, что она более нейтральная. А круглая, мне кажется, в добавке специи. Мне показалось, что самая натуральная – это треугольные колбаски. Потому что на вкус была намного нежнее, молочнее, приятная на вкус. Может быть, привыкла к такой, всегда такую покупаем. Поэтому, мне кажется, она самая натуральная. Во-первых, по цвету мне показалось, что это наиболее цвет близкий к цвету мяса. И по ощущению во рту, по консистенции. У меня больше всего чувствуется волокон мясные, что ли. На мой взгляд, она показалась намного сочнее. Больше содержится мясо. Больше мне понравилось треугольное по цвету, по насыщенности. Я бы, наверное, сказал, что треугольное самое натуральное. Меньше всего мяса, по мнению посетителей, в квадратной колбасе. То есть в той, которая приготовлена по рецепту 70-х. Самое менее понравившееся мне – это, наверное, квадратные кусочки. Потому что вкусовые рецепторы не восприняли. Похоже на паштет чем-то. Колбаса, которая квадратиками, она была такая горьковатая. Мне понравилось два вида колбасы. Это треугольная и круглая. Квадратная колбаса, честно говоря, меня вообще как-то отвращение вызвало. Чуть ли не до тошноты. Круглую колбасу, состоящую из натурального мяса, отличили только двое посетителей ресторана. Мне кажется, самое натуральное – это круглая. Во-первых, она мне понравилась на вкус, во-вторых, она не такая яркая, как две остальные. А натуральное мясо не бывает ярко-розового цвета. Мы привыкли ко вкусу сои и пищевых добавок. Нам сложно отличить его от вкуса натурального мяса. Этим и пользуются производители. Продают нам вместо мяса смесь сои и химикатов. Тогда мы дали попробовать три вида колбасы опытному эксперту. Посмотрим, сможет ли он найти колбасу, которая сделана из мяса. Кошка Триша. Первые полгода своей жизни провела на улице. С детства ловила мышей. Знает вкус свежего мяса не понаслышке. В миске у Триши три кусочка колбасы. Круглый, сделанный по рецепту 1946 года. Квадратный, по рецепту 1979. И треугольный, по современному рецепту. Эксперт внимательно изучает каждый образец. И выбирает круглый кусочек. Докторскую колбасу из натурального мяса. Сделанную по рецепту 1946 года. Обоняние у кошек в 14 раз сильнее человеческого. Их не обманешь никакими пищевыми добавками. Если вы хотите понять, много ли мяса в колбасе, которую вы купили, дайте кусочек домашнему питомцу. Если он от колбасы нос воротит, значит в ней почти нет мяса. Борьба за себестоимость продолжается до сих пор. Солдат из сказки варил кашу из топора. А производители готовят колбасу из приправ и добавок. Например, из сои. Пошло! Отцедуем! Соя. Род растений семейства бобовых. Способна подстроиться под любой продукт по цвету, консистенции и даже по вкусу. Содержит 40% растительного белка, который во многом аналогичен животному. Но добавлять сою в колбасу сегодня считается дурным тоном. Немодно, невкусно, невыгодно. А потому производители стали писать на этикетках крупным шрифтом. Не содержат сои. Неужели теперь в колбасе больше мяса? Нет. Просто вместо сои добавляют другие наполнители. Чтобы выяснить, какие именно, отправляемся в фирму, которая продает добавки для мясокомбинатов. Именно эта компания впервые предложила вместо сои использовать клетчатку. Клетчатка. Пищевое волокно. Добывают из моркови, свеклы, лимона, овса и пшеницы. Благодаря капиллярной структуре обладает высокой гигроскопичностью. Вот я беру, например, одну из них. И мы видим, что это белый кристаллический порошок. Он нейтрален на вкус, он белый по цвету. Это дает хорошие технологические возможности для производства сохранить тот вкус у продукта, который требует сегодня, который ждет сегодня покупатель. Коль скоро мы говорим о мясных продуктах, то это вкус мяса. Использовать клетчатку для производства колбасы выгоднее, чем сою. Она позволяет написать на упаковке натуральные волокна и без сои. Кроме всего прочего, клетчатка лучше задерживает воду и увеличивает вес колбасы. В колбасе, в мясных продуктах применяется гидротированная клетчатка. А уровень гидротации может составлять до 1 к 11. Что это значит? Это значит, что килограмм клетчатки, будучи соединенным с водой, связывает до 11 литров воды. И вода останется в этом связанном состоянии. Таким образом, себестоимость готового продукта будет снижена. Смотрите. Берем 100 граммов этого вещества, добавляем воду. Взвешиваем. Сейчас мы видим на весах 1,8 кг, из которых 700 грамм – это сама тара, и 100 грамм – той клетчатки, которую мы добавили. Таким образом, можно констатировать, что данная клетчатка, 100 грамм клетчатки взяла 1 литр воды. Получается, что вес увеличился в 10 раз. То же самое происходит с колбасой и сосисками. Из-за способности удерживать воду клетчатку используют не только в пищевой промышленности. Эта фирма занимается производством клетчатки из моркови, свеклы и пшеницы. Здесь клетчатку покупают мясокомбинаты, а также производители асфальта и наполнителей для кошачьего туалета. Клетчатки используются для упрочнения асфальта, но вряд ли стоит говорить. То есть человек подумает, что «ах, вчера в асфальт, а сегодня я это кушать должен». Если на этикетке есть надпись «без сои», это не значит, что продукт состоит полностью из мяса. Внимательно прочитайте состав. Если в нем указано «содержит клетчатку», значит вместо сои туда добавили волокна моркови, свеклы или пшеницы. Сама по себе клетчатка безопасна и даже полезна. Мы все с удовольствием едим морковь, свеклу и лимоны. Проблема в другом. Если мы хотим позавтракать овощами, мы делаем салат. А если мы хотим съесть мясной продукт, то жарим котлеты, варим сосиски или отрезаем себе кусок колбасы. В мясном отделе хочется покупать продукты, сделанные не из свеклы и моркови, а именно из мяса. К сожалению, производитель не обязан указывать на этикетке процент содержания мяса. Возьмите с прилавка любую колбасу и почитайте состав. Почему на этикетке не пишут, что, например, колбаса докторская, состав мяса столько-то, например, свиная шкура 2% от общего состава в колбасе. Вот, чтобы потребители знали, у нас есть очень много вареных колбас, где содержится 2% измельченной в порошок, значит, свиной шкуры. Как вы думаете, можно ли превратить килограмм фарша в полтора килограмма сосисок? Запросто. Производители могут почти в два раза увеличить вес колбасных изделий с помощью пищевой добавки каррагинана. Каррагинан – природный гелеобразователь. Обозначается как Е-407. Способен набухать и превращаться в желе. Используется в мясной промышленности для удержания воды. Ну, мы продаем воду по цене мяса, так же, как раньше. Продавщицы клали на весы огромные куски оберченной бумаги и продавали там колбасу, то есть бумагу по цене колбасы. То есть задача продать нам, в общем-то, воду под видом мяса. Проведем эксперимент. Вот этот кусок окорока мы купили в магазине за 100 рублей. Кладем его на весы. Сейчас он весит 288 граммов. На сутки оставляем окорок в теплом помещении. Посмотрите, что с ним произошло. Теперь мы опять взвешиваем этот кусок. На весах 188 граммов. Все дело в том, что из окорока испарилась вода, которую удерживал каррагинан. Получается, что 60 рублей мы заплатили за воду. Каррагинан официально разрешен к применению в России. В минимальных дозах он безопасен. Но в больших количествах может вызвать аллергию. А у некоторых людей сыпь и тошнота появляются даже от капли этой добавки. У солиста группы Иванушки Андрея Григорьева-Аполлонова аллергии на сосиски и сардельки. Стоит откусить кусочек, как ему тут же становится плохо. Лицо покрывается красными пятнами, тошнит, режет в животе. То есть реально прям боли в желудке. Может быть там какая-то химия, может там еще что-то. Я не знаю, что именно, но у меня впечатление, что что-то все-таки примешивает нежелательное для организма человека. После очередного приступа певец отправился в поликлинику. Пятна на щеках грозили срывом гастролей. Врач объяснил, такую реакцию у Андрея вызывает добавка – каррагинан. Может быть множество всяких реакций, аллергических, псевдоаллергических. Они могут быть в виде кожных высыпаний, в виде отека кожи, в виде затрудненного дыхания, в виде приступообразного кашля. То есть все это, в общем-то, может быть вызвано пищевыми добавками. Далеко не все производители указывают каррагинан в составе. Но понять, есть ли эта добавка в сосисках или сардельках, можно без помощи сложных анализов. Прямо у себя на кухне. Сейчас шеф-повар колбасного ресторана научит Андрея это делать. Я думаю, что мне это поможет в моей дальнейшей жизни, потому что мы пока молоды, а чем старше, тем надо бережнее относиться к своему здоровью. Если вы мне объясните, как понять по прожаристости или еще по каким-то признакам вкусные олени, здоровые и полезные, то я с удовольствием послушаю и пойду на урок. Мы купили в магазине два вида сарделек. На этикетке обоих есть надпись «Натуральные». Сейчас Андрей с помощью повара попробует определить, есть ли в них каррагинан. У нас колбаски разные, да? Сардельки обычные. Мы сейчас сравним шпикачки, я так понимаю, и сардельки. Оба вида сарделек повар с Андреем поджаривают на гриле. А как их можно сравнивать по качеству, каким образом? Я так понимаю, только на вкус. И на вкус, и на цвет, и на вид. Ну вот уже даже видно, что треснутая, то есть ненатуральная кишка идет. Да ладно. Да, ну вот кишки у нас натуральные. Ясно. Если трещит, значит ненатуральная, значит какая-то... Это даже и видно. Если на упаковке сосисок или сарделек указано, что продукт в натуральной оболочке, а при готовке эта оболочка рвется, значит она ненатуральная. Такую оболочку лучше не есть. А скажи, а правда ли вот этот миф, что в телячьих сарделиках и прочих, ну не считая свинины, находится там до 30% кенгурятины, что Россия ест экзотическое мясо? Ну, на самом деле, любой россиянин, так или иначе, в той или иной степени, который говорит, что не пробовал экзотику, он ел экзотическое мясо в кенгурятины. Потому что 30% говядины, приходящие на наши мясокомбинаты, это кенгурятины, которые поставляются нам с Австралии и добавляются в производство колбас. Я вас поздравляю, вы все ели кенгуру. Если без шуток, то в колбасе действительно есть мясо кенгуру. Но сколько его там содержится, никто не подсчитывал. 100% мясокомбинатов крупных в стране работают на импортном сырье не самого лучшего качества. И если кто-то думает, что мясо индийских буйволов или австралийских буйволов, или мясо кенгуру, оно куда-то делось, оно никуда не делось, оно здесь, в России, и оно находится в пищепромпереработке на мясных предприятиях. Гарнир готов. Гарнир красивейший. Сардельки. Студия. Сардельки. Ага. Отлично, готово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что-то мне здесь не очень нравится. Вот то, что произошло с покупными сардельками, шпикачками. А теперь смотрите внимательно, что произошло с сардельками после жарки. Вот эта сарделька осталась такой же толстой и круглой, как была. А вот эта сдулась, как лопнувший шар. Это значит, что производитель добавил в фарш каррагинан. Пока сардельки были холодные, каррагинан удерживал в них воду. При нагревании каррагинан распался и утратил свои волшебные свойства. Лишней влагой с сардельки испарилась. Она похудела и потеряла свой аппетитный вид. Из-за чего это происходит, да? То есть влага, которая содержится в самих сардельках, при расширении как бы испаряется. И сама кожица, так как она ненатуральная, она сжимается и идёт разрыв. Чтобы проверить, есть ли в ваших любимых сосисках каррагинан, поджарьте их или подогрейте в микроволновке. Если сосиска сдулась или сморщилась, значит в продукте много каррагинана. Будьте осторожны, у некоторых людей эта добавка провоцирует аллергию. Пациенты этой клиники лечатся не от острых отравлений, а от хронических заболеваний. Этих больных связывает одно. Раньше они очень любили колбасу, а теперь им есть её нельзя. Врачи запретили. 56% где-то в нашем населении умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, конечно, диетологи не рекомендуют есть колбасу. Несколько лет назад Евгений Продан чуть не умер от остановки сердца. Врачи поставили диагноз – острая сердечная недостаточность. Выяснилось, что заболевание спровоцировало колбаса. Евгений работал на мясокомбинате и ел колбасу на завтрак, обед и ужин. Теперь я её вообще не ем практически. Когда не вкусно, проще мясо обычное. А колбасу стараются скричать вообще. А дети, те едят, что не поделаешь, не понимают, что отрава. Гипертония, сердечная недостаточность, гастриты – все эти заболевания провоцируют химические добавки, которые есть в колбасе. В минимальных дозах они безвредны. Но если производитель превысил дозировку, колбаса и сосиски становятся опасны. В 2004 году по России прокатилась волна отравлений. В Волгограде, Ставрополе, Воронеже происходили похожие истории. Дети в саду ели на обед сосиски и через час попадали в больницу с отравлениями. Все сосиски были сделаны на заводе в Подмосковье. Роспотребнадзор изъял партию из продажи и сдал на анализ. Оказалось, в сосисках было в 110 раз превышено содержание нитрита натрия. Нитрит натрия – консервант и краситель. Используется в пищевом производстве колбас, сосисок, мясных деликатесов. Благодаря ему мясные изделия приобретают красивый розовый цвет. В больших дозах провоцируют отравление. После массовых отравлений нитритом натрия многие производители перешли на новую технологию. Раньше химикат был безвкусным, теперь стал соленым. Проще говоря, если в колбасе будет много нитрита натрия, то это будет ощущаться на вкус. Если вы купили колбасу, и она показалась вам чересчур соленой, не ешьте. Возможно, в ней превышено содержание нитрита натрия. Это может быть опасно. По закону производитель обязан указывать на упаковке, есть ли в колбасе соя, каррагинан, крахмал и растительная клетчатка. Но так поступают далеко не все. Чтобы узнать, соответствует ли состав колбасы этикетке, и есть ли мясо в колбасных изделиях, мы покупаем сосиски молочные, сделанные по ГОСТу, и сдаем их в лабораторию. Для анализа выбираем сосиски разных ценовых категорий. Дорогие – 385 рублей за килограмм, и подешевле – за 200 рублей. Результаты – через 10 минут. Купить настоящую колбасу и сосиски из мяса вполне реально. И дело не только в цене. 100 рублей не найдете? Евгений Веснер – бывший технолог. Больше 20 лет работал на лучших мясокомбинатах России и Германии. Знает, как отличить хорошую колбасу при покупке. Евгений расскажет, как узнать, есть ли мясо в колбасе. Свежий жир так не слоится. Ну да, например, опять же, в этом же случае мы видим на кусочках шпика маленькие дырочки. Эти дырочки образуются в основном в том случае, если использован не мясной белок, а жилной белок. В смысле, этот жилок сделан из жил, белок. Его вытащили из жил, из шкур, из свиньи. Везде содержится такой белок. В него, по идее, в состав колбасы может входить от массы белка только 25%. А в данном случае это намного больше. Иначе бы не образовалось этих дырочек. И если присмотреться ближе, в этих дырочках есть такое маленькое желе, типа холодца. Это и есть эти жилы. Каждый варил дома холодец, и значит, такой жилы. Чтобы понять, много ли мяса в вареной колбасе, сожмите батон в руке. Если он неестественно мягкий, значит, фарш наполовину состоит из растительного белка. Колбаса из мяса должна быть тверже. Нам удалось достать колбасу, приготовленную из настоящего мяса. Вот этот батон сделан на одном из российских мясокомбинатов. В нем 90% натуральной говядины и свинины. Совсем как в продукции, которую делали в 70-х. Правда, мясо в этой колбасе тоже 70-х годов. Само мясо было глубокой заморозки. Как установлено, поставлялось оно из, в частности, из Аргентины. И было еще подвержено глубокой заморозке, по оперативным данным, в 1974 году. Это оперативная съемка Департамента экономической безопасности МВД. Милиционеры перекрыли крупную поставку контрабандного мяса на оптовую базу Белгородской области. В этих помещениях хранили свинину, говядину, мясо птицы, печень и сердце. Десятки тонн несвежего импортного мяса. Несвежего – это мягко сказано. Отдельным экземплярам исполнилось 36 лет. Перед тем, как попасть на этот склад, мясо совершило чуть ли не кругосветное путешествие. Его перевозили из страны в страну, переставляли печати, оформляли документы, потом свозили на Украину и оттуда нелегально переправляли в Россию. Только вот один автомобиль, который остановили наши оперативники в Белгородской области, который перевозил 22 тонны мяса, его стоимость примерно 2 миллиона рублей. То есть они имели достаточно большие, серьезные суммы денег. Но еще раз говорю, что они не оплачивали ни пошлины, ни другие налоги и сборы. Посмотрите внимательно. Мясо зеленоватого оттенка. Даже на ледяных тушках заметно следы гнили. Это сырье продавали на российские мясокомбинаты. Из него делали колбасу, тушенку, фарш. Организовали не вчера и не сегодня. Они действовали достаточно длительное время. Отличить колбасу, сделанную из старого мяса, можно при покупке. Попросите продавца отрезать небольшой кусок колбасы. По закону он не имеет права вам отказать. Посмотрите на срез. Если на нем выступили капли жира, значит колбаса сделана из старого мяса. Но как такое опасное сырье попало на мясокомбинат? Ведь перед тем, как пустить мясо на колбасу, оно проходит несколько экспертиз. У каждой туши или замороженного пласта должны быть ветеринарные и гигиенические заключения. Повторный анализ проводится прямо на производстве. Получается, что производители не могли не знать, что покупают просроченное мясо. Чтобы выяснить, как испорченное сырье попадает на мясокомбинат и что еще кладут в колбасу, наш корреспондент устроился работать мойщиком тары. То, что творится в производственном цеху, зрелище не для слабонервных. Слушай, они червячутся, все мясо, даже сверху цель, вода грязная. Грязные стены, отколовшийся кафель, на коробках, столах и даже на полу разбросаны замороженные тушки. Это цех одного из крупных российских мясокомбинатов. Технологи собирают остатки фарша с пола и бросают их обратно в чан с сырьем. Сотрудники цеха мешают фарш голыми руками, хотя по всем санитарным нормам все это строго запрещено. Так, а тут какие-то обрезки странные лежат. Интересно, перчатки кровеморщиков вообще никто не одевает. А что, что вы делаете? Шпиль, что ли, как? Ну, шпиль, что ли, что ли? Ну, да, шпиль. В этих канистрах дезинфицирующее средство, которым обрабатывают полы цеха от грызунов. Очень ядовитое вещество. Прикасаться к канистре без перчаток опасно, можно получить ожог. Работники цеха поставили канистры прямо на чан со шпиком, чтобы его спрессовать. Этот шпик потом пойдет на фарш для пельменей. Вот колбаса, приготовленная на этом мясокомбинате. Давайте почитаем состав. Свинина, говядина. Производители уверяют, что делают колбасу из мяса. Сейчас мы увидим, что это за мясо на самом деле. Это кожа индейки. Именно она указывается в составе, как мясо птицы. А это замороженные свиные шкуры. Именно про них и написано в составе колбасы свинина. Причем производитель не соврал. Кто скажет, что свиная шкура – это не свинина? Что это свиная? А вот ингредиенты для дорогой докторской колбасы. Кроме шкур туда кладут вот это. МДМ – мясо механической обвалки. Хотя назвать это мясом язык не поворачивается. Кости с остатками жила мяса превращают в нечто похожее на пюре и добавляют в колбасный фарш. Делают это в специальных машинах – кутерах. Эта машина может перемолоть практически все, что угодно. Мясо, шкуру, кости. Вообще этими ножами можно перемолоть все. Ссунут руку человека, она перемолит руку человека. Но это вообще маленькая машина. Тогда у тебя не получится хорошее колбасное масло, если сюда закинешь кости, и их будет видно. Соответственно, в такой маленькой машине этого сделать невозможно. Большое, я имею в виду большую. Большое возможно. Там, где охолаживается маньяком, то это возможно. Возможно перемолоть кости. Любую кость, любого размера кости. Обратите внимание, фарш белого цвета. Так на самом деле должны были бы выглядеть сосиски и колбаса. Сейчас технолог добавляет в фарш красители. В массу наливают ведро нитрита натрия. Нужное количество химиката определяют на глазок. Теперь фарш стал привычного розового цвета. Отварите сосиски или сардельки в соленой воде. Если она окрасится в розовый цвет, значит в них много красителей. Такие сосиски лучше не есть. А вот технолог засыпает в чан с фаршем белый порошок. Это крахмал. Чем больше в колбасе крахмала, тем меньше в ней мяса. Определить, много ли в колбасе крахмала можно самостоятельно. Для этого сверните кусочек в трубочку. Вот так. Если поближе посмотреть, то видно, что она везде ломается, где я сжимаю. Это говорит о высоком содержании крахмала в колбасе. Крахмал используют для того, чтобы вообще вся консистенция содержалась вместе, весь состав колбасы. Потому что очень мало мясного белка. Мясной белок держится в колбасу вместе, в любую нормальную колбасу. Если не хватает мясного белка, добавляют крахмал как клей. В домашних условиях можно сделать простой эксперимент. Капните на краешек колбасы каплю йода. Если капелька окрасится в синий цвет, содержание крахмала очень высоко. А теперь самое интересное. Обратите внимание вот на этот чан с сосисками. Здесь лежат испорченные сосиски, которые магазины не успели продать. После того, как колбасные изделия теряют срок годности, магазины за копейки перепродают их обратно на завод. Эти сосиски засыпают в кутер и перемешивают со свежим фаршем. И снова пускают в производство. Помните страшилки про колбасу, которые появились в 80-х? Тогда говорили, что ее делают из туалетной бумаги, а в сосиски добавляют крысиное мясо. На самом деле туалетной бумаги в колбасе, конечно, нет. Но дыма без огня не бывает. От крыс не может полностью избавиться ни один мясокомбинат. 5 тысяч рублей. Такую сумму отсудила у мясокомбината жительница горно-алтайска Лариса Сидоренко. После того, как нашла в колбасе крысиную шкуру и хвост. Компенсация морального вреда была определена судом в таком размере, исходя из представленных истиций физических нравственных страданий, которые понесла она, ее семья в результате продажи ей данной колбасы. Эти фотографии сделали специалисты Роспотребнадзора Республики Алтай. Крысу в колбасе они увидели впервые. Да, это выглядело примерно так. Даже не примерно, а это выглядело именно так. Потому что там тоже была кожа, шкура, вот именно прям с волосами, вот такая вот. Мы такую колбасу больше не едим. К новогодним праздникам Лариса купила копченую колбасу. Специально заехала на оптовую базу, чтобы взять подешевле. Она выбрала колбасу копченую говяжью, изготовленную сибирской продовольственной компанией. Вечером, когда мы скушали первую палочку колбаски, значит, стало ребенку где-то минут через 40 плохо. То есть открылась рвота, у него было головокружение, болел живот сильно. Значит, значение не придали, что это может быть от колбасы. Вызывать скорую Лариса не стала. Она сама бывший медицинский работник. Промыла сыну желудок и дала несколько таблеток активированного угля. К утру ребенку стало получше. Тошнота и боли прошли. Лариса решила выяснить, чем именно отравился ее сын. Полезла в холодильник проверить продукты, которые семья ела за ужином. Когда мы взяли колбаску, начали разрезать, допустим, вот так, то на первом же срезе колбасы были обнаружены частицы кожи. Когда я начала еще раз разрезать, значит, еще было. То есть вот так вот разрезали колбаску. Вот, да. Вдоль всей колбаски была вот эта вот красивая кожа. То есть на каждом же срезе вот она присутствовала. Лариса отнесла остатки колбасы в местное отделение Роспотребнадзора. Написала заявление, приложила к нему чек и справку из детской поликлиники. Потребитель обратился к нам с жалобой, что купила она в магазине колбасы. Колбасу 400 грамм. И когда дома разрезала батон, то обнаружила там несвойственные включения. При ближайшем рассмотрении оказалось, это фрагмент, значит, крысы. В колбасе была крыса. Это показал анализ, проведенный Алтайским Роспотребнадзором. Производители колбасы, сибирскую продовольственную компанию, оштрафовали. На комбинате провели проверки. Несколько цехов закрыли. Но Лариса решила на этом не останавливаться. Она подала на производителя в суд. И потребовала выплатить ей компенсацию за моральный вред. Суд признал вину мясокомбината и постановил. Выплатить пострадавшей 5000 рублей. Это магазин в центре горно Алтайска. Колбаса говяжья сибирской продовольственной компании до сих пор лежит на прилавках. Мы купили палку этой колбасы и сдали ее на анализ в лабораторию. Эксперты нашли в ней волоски и мясо неизвестного происхождения. Это не говядина и не свинина и не мясо птицы. Утверждать со стопроцентной вероятностью, что это крысятина, нельзя. Анализ на содержание крысы лаборатория провести не может. Результаты экспертизы мы передали в Роспотребнадзор Новосибирской области. Теперь на заводе проведут проверку. Мы будем следить за развитием событий. Если вы отравились сосисками или колбасой, вам могут не только вернуть деньги, но и компенсировать моральный вред. Напишите заявление в местное отделение Роспотребнадзора. К заявлению приложите чек и сам продукт. Если проверка подтвердит, что колбаса была испорчена, вам обязаны выплатить деньги за моральный ущерб. Лаборатория. Здесь проверяли купленные нами сосиски молочные, сделанные по ГОСТу. Искали в них мясо и не указанные в составе добавки. Результат удивил даже нас. Те сосиски, что подешевле, полностью соответствуют ГОСТу. То есть не содержат никаких запрещенных добавок. А вот в дорогих молочных сосисках эксперты нашли соевый белок. Здесь мы находим белка 13 почти процентов. Но тем не менее, все равно 1,5-2% из них соевый белок. В сосисках, исполненных по национальному стандарту, никакого соевого белка не должно быть. Получается, что из одного килограмма мяса комбинат сделал 10 килограммов молочных сосисок. В магазине их продают за 385 рублей. Высокая цена еще не гарантирует качество. При покупке сосисок, сарделек и колбасы не смотрите на цену. Помните? Если сосиски или колбаса ярко-розового цвета, значит, они содержат много красителей. Если на этикетке есть надпись «Без сои», внимательно прочитайте состав. В колбасе могут быть другие заменители мяса, например, клетчатка. Если сосиска после жарки сдулась и сморщилась, значит, в продукте много каррагинана. У некоторых людей эта добавка провоцирует аллергию. Если колбаса показалась вам чересчур соленой, то, возможно, в ней превышено содержание нитрита натрия. Если на срезе колбасы выступили капли жира, значит, она сделана из старого мяса. Мясо в колбасе пока есть. Надо только поискать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова